Что касается ситуации, о которой я хотел бы сегодня поговорить, казалось бы, она на самом деле набившая оскомину в хирургическом сообществе, но тем не менее она, во-первых, не оставляет нас в покое, во-вторых, отчасти забилует как минимум новыми работами. И в продолжение доклада Нины Андреевны я хочу сказать, что этот доклад имеет отношение как к хирургической части аудитории, так и к патоморфологам в равной, а может быть даже в большей степени. И по этому поводу я бы хотел сказать следующее, что на самом деле мы знаем, что большая часть радикальных простатоктомий выполняется у пациентов, как правило, с низкой и средней группами риска, как таковыми, однако мы знаем, что у 15% больных рак высокой степени риска присутствует, по крайней мере, по данным, проведенным здесь. И у этих пациентов, как, впрочем, и у пациентов средней группы риска, показана лимфоданоктомия как таковая, они могут выиграть от нее, судя по целому ряду работ. Пути оттока на сегодняшний день хорошо известны, как минимум три основных, таких, которые вроде как не вызывают вопросов, поэтому позволю себе не останавливаться на этом, равно как и на, помимо пути оттока, равно как и на том, какие лимфоданоктомии типичная, ординарная или расширенная техника, или даже супер расширенная, я вкратце коснусь этого, естественно, в выступлении. И тем не менее, хорошо известные факты по тому, где локализуются, и наиболее часто поражаются лимфатические узлы, вне зависимости от групп риска, в том числе, тоже хорошо, собственно, известно. Надо сказать следующее, что все мы, и я надеюсь, что все мы, руководствуемся теми же самыми номограммами, либо Бриганти, либо Memorial Sloan Kettering, соответственно, хорошо известными. Они несколько отличаются в процентах в НССН и в Европейской ассоциации, и тем не менее, используются достаточно активно. Мы ранее использовали, ну и сейчас некий интерес остается по отношению к таблицам Партена и к Формулы Роуч, которые, ну, как минимум, могут носить такой целесообразный сравнительный характер. Мы знаем также, что тазовые лимфоденоктомии сопряжены с определенными осложнениями. Эти осложнения присутствуют во всех хирургических группах, с которыми ты беседуешь и читаешь публикации. И понятно, что чем более расширенная техника, тем чаще мы с этими осложнениями сталкиваемся. Ну, вот видите, одна из работ говорит о том, что на стороне, там, где выполнялась тазовая расширенная лимфоденоктомия, примерно, собственно, три четверти осложнений, связанных с лимфоденоктомией, там и возникали, где эта расширенная техника использовалась. Там, где выполнялась стандартная тазовая лимфоденоктомия, частота связанных с ней осложнений составляла лишь четверть. Интересная работа, но вот она едва ли претендует на некую этичность, может быть, но тем не менее она дошла до нас и в этом смысле интересно в сравнении Мы также знаем, что частота пациентов, которые повторно госпитализируются в клинике, естественно возрастает там, где использовалась расширенная техника Но если мы посмотрим на цифры роботоассетированных радикальных простатоктомий, повторная госпитализация 4,4% у тех, у кого выполнялась расширенная техника и менее процента у тех, у кого выполнялась стандартная Риски, собственно, понятны Лимфоцелия – это тромбоз глубоких вен нижних конечностей, собственно, нет резона развивать эту тему Она тоже понятна, равно как и возможность септических осложнений при инфицировании лимфоцелия Мы также знаем, что чаще лимфоцелия встречается у тех пациентов, которые старше 65 лет или у тех, у кого удалялось более 20 лимфоузлов Это достаточно ранняя работа капитана, опубликованная в BGU Если мы с вами посмотрим на функциональные результаты и на онкологические Вот одна из хорошо известных работ, работа ЧУ с авторами, многие ссылаются на нее и цитируют Это одна из таких, ну не самых ранних, но тем не менее, уже пятилетней давности работа Полторы тысячи пациентов И надо сказать, что эта работа продемонстрировала меньшую частоту биохимического рецидива там, где выполнялась тазовая расширенная лимфоденоктомия Ну, в сравнении со стандартной техникой И это, в общем, видно при демонстрации как таковой Годом позже появилась практически такая же статья, это тоже систематический обзор и мета-анализ Чуть меньшего количества работ, но тем не менее, уже в полноценной ссылке на мета-анализ ЧУ с авторами Здесь мы также видим небольшое преимущество Расширенной тазовой лимфоденоктомии в безрецидивной выживаемости Но, однако, нет доказательств, позволяющих сделать вывод относительно общей выживаемости Это тоже, в общем, вроде как, всем хорошо известно Тем не менее, именно эта публикация уже включала некоторую критику одной из работ, которые анализировались годом ранее у ЧУ Более того, эта публикация даже была отозвана Я ссылаюсь на публикации Бриганти в Европе на Европе в 2015-2015 году из-за фальсификации результатов И это само по себе интересно, почему? Потому что эта фальсификация была в пользу расширенной тазовой лимфоденоктомии Надо сказать, что 6 исследований в этой работе, это более 5,5 тысяч пациентов Это отсутствие существенной разницы онкологических исходов После радикальной простатоктомии при сравнении тазовой, расширенной и стандартной техниках Кроме того, следует отметить, что в проспективных исследованиях разницы практически отсутствовало В ретроспективных, в том числе и работах, которые появились позже, разница присутствовала Эта разница была в пользу расширенной тазовой лимфоденоктомии Уже возникает дилемма, которая заставляет нас сконцентрироваться на этом вопросе При всем при том, вопросов к дизайну исследований и первой, и второй группы было более чем достаточно Работа достаточно ранняя в отношении расширения области диссекции Что мы знаем? Мы понимаем, что чем шире мы удаляем лимфатические узлы, тем больше получаем мы позитивных лимфоузлов Какое это отношение имеет к дальнейшей, например, безрецидивной выживаемости Остается таким фактом неочевидным, по крайней мере, при метаанализе как таковом Эта работа, по сути, продемонстрировала безрецидивную выживаемость Которая, казалось бы, несколько в процентах в пользу тазовой расширенной техники Однако, по сути, статистической разницы не представила Еще одна работа Здесь пациенты промежуточного и высокого риска И это рандомизированные исследования третьей фазы Что мы знаем? Тазовая лимфоденоктомия обеспечивает лучшее стадирование Это мы знали и до того Мы знаем, что, тем не менее, различия в онкологических исходах не продемонстрированы И если мы посмотрим на график B, то мы увидим, что на самом деле Некоторые разницы есть в той подгруппе пациентов, которые по ИСУ Классифицировались как грейд-группы 3, 4 и 5 Однако, общая когорта этих в этой работе представленной Не продемонстрировала разницы между расширенной техникой И обычной тазовой лимфоденоктомией Еще одна работа Здесь сравнивали те же самые среднюю и высокую группы риска Однако, здесь сравнивали не расширенную технику со стандартной А отсутствие лимфодисекции и расширенную технику Достаточно сложно представить себе, насколько однородны были эти группы Но, тем не менее, подобное исследование есть И сравнивалось и безрецидивная выживаемость, и безметистатические, и раковоспецифические Надо сказать, что даже у тех пациентов, кому была показана в этом исследовании Тазовая лимфоденоктомия в расширенном варианте Проводилась она далеко не у всех, что уже вызывает очевидные вопросы 520 – это промежуточная группа риска И, опять же, что в отношении удаленных лимфоузлов Нет существенного влияния на безрецидивную выживаемость после 10 лет наблюдения Ну, после 10 на 60 против 65% Разница невелика Безметистатическая выживаемость, соответственно, 87 и 90% Причем 87 при наличии тазовой лимфоденоктомии И раковоспецифическое выживаемость, соответственно, 95 и 96% При наличии и при отсутствии лимфоденоктомии Еще одно исследование уже 2021 года По сути, годовалой давности Рандомизированное И понятно, что пациенты, которые имели клинически локализованный рак И получили расширенную тазовую лимфоденоктомию Не имели более низкой частоты рецидива То есть рецидив был не реже в сравнении с ограниченной тазовой лимфоденоктомией Еще раз, годовалой давности И вот, собственно, график, демонстрирующий, по сути, отсутствие разницы между этими группами Это работа Карима Туджера и Туджера и соавторами Более того, суперрасширенная техника Может быть, если мы меняем границы и раздвигаем горизонты Мы получаем лучшие результаты Вопрос, наверное, казалось бы, носил бы с точки зрения хирурга Резонный ответ – да Но вот, однако, посмотрим на работу Листинии с авторами Опять же, прошлогодняя работа Ограниченная и суперрасширенная тазовая лимфоденоктомия Но, опять же, надо сказать, что по количеству лимфоузлов На суперрасширенной вроде как и не слишком тянет 17 узлов И, тем не менее, существенного отличия в частоте биохимических рецидивов Между двумя техниками получено в работе не было Еще одна работа, которая, казалось бы, проливает свет на еще одну такую достаточно пеструю группу пациентов Это те пациенты, у которых не выполнялась тазовая лимфоденоктомия вовсе Но позже, имея, собственно, удаленную предстательную железу и внятного патоморфолога Мы, собственно, имели, ну, авторы имели либо апстейджинг, либо апгрейдинг Весьма интересная группа, согласитесь И часть из этих пациентов, там, где написано PNX Это те, кто все-таки не был подвергнут тазовой лимфоденоктомии Но, тем не менее, лимфоузлы оказались позже пораженными, очевидно И те, у кого удалялись лимфатические узлы Надо сказать, что, опять же, безрецидивная выживаемость в этой неоднородной, очевидной, группе была Тем не менее, однородной или почти одинаковой 81 против 77% без статистических различий Ну и отсутствие или наличие тазовой лимфоденоктомии не влияет на безрецидивную выживаемость Таков вывод этой работы Следующая, это, так сказать, Quality Improvement Consortium Работа, которая, казалось бы, уже сама по себе по названию Должна отвечать на ряд вопросов, которые все время на языке у тех, кто занимается хирургией рака предстательной железы И надо сказать, что выводы в этой работе, они очевидны и правильны Больше удаляешь узлов, больше получаешь пораженных лимфатических узлов Однако, далее этого, выводы этой работы не пошли Они говорят о том, что тазовая лимфоденоктомия в расширенном варианте целесообразна Но ни одного доказательства об этой целесообразности, кроме увеличенного числа пораженных лимфатических узлов в этой группе, предоставлено не было Тем не менее, работа абсолютно свежая, работа этого года Ну и еще одна работа, тоже, собственно, свежая в отношении лимфодиссекции у пациентов высокой группы риска Выводы очевидны, расширенная тазовая лимфоденоктомия может быть рекомендована отобранным пациентам с локализованным раком предстательной железы Высокой группы риска И может быть использована как для точного стадирования, так и для терапевтических целей Однако, терапевтические цели тоже, собственно, ясны Ясны не были в работе По крайней мере, не доказательны Ну и в целом, что мы можем на сегодняшний день сказать в отношении влияния тазовой лимфоденоктомии на выживаемость Мы можем сказать следующее, что несколько ретроспективных исследований расширенная тазовая лимфоденоктомия способна и увеличивает выживаемость в группе ракопредстательной железы высокого риска Но при этом часть перспективных исследований, в том числе и последние, указывают на обратное в отношении, как минимум, ракоспецифической выживаемости Ну и еще одно исследование, где было более 20 тысяч пациентов, перенесших тазовую лимфоденоктомию И те, у кого не выполнялась тазовая лимфоденоктомия, существенных различий в ракоспецифической выживаемости и в общей По истечении 5 лет не было продемонстрировано Каковы исходы? Ну, собственно, понятно, что только если мы заранее понимаем, что у пациента пораженные лимфатические узлы Здесь вроде как все более-менее понятно и вряд ли, так скажем, следует той логике доклада, которая представляется Но я хочу подчеркнуть в этой работе лишь одно Что все эти исследования, которые включают многочисленные метаанализы По сути, представляли пациентов, которых сложно стратифицировать по группам Несмотря на то, что, казалось бы, в этом вопросе стратификации пациентов, которые идут на радикальную простатоктомию Все точки над и расставлены оказываются все-таки не так Это, вероятно, гетерогенные группы пациентов, которые до сих пор не позволяют нам ответить на целый ряд вопросов Ну, может быть, ПЭТ-КТ Однако мы понимаем, что, ну, во-первых, у нас ПЭТ-КТ предоперационное не является очевидным показанием Хотя понятно, что польза очевидна и активно внедряется Но если мы посмотрим, мы понимаем, что чувствительность улучшается Увеличивает ли, влияет ли это как-то в отношении пациентов На сегодняшний момент подобных доказательств нет И, возможно, потребуется некоторое время для этого По поводу того, что ПЭТ-КТ может быть полезна И в этом смысле изменение хирургической техники Понимание объемов лимфодиссекции Как-то изменит ситуацию к лучшему Перспективы в виде радиоуправляемой хирургии Но это и сегодняшний день, и перспективы в том числе Наверное, все это будет улучшаться Ручное использование, полуроботическое или роботическое Но пока это лишь те работы, которые вызывают интерес Но не позволяют делать каких-либо очевидных выводов Тем не менее, в пользу и терапевтических преимуществ тазовой лимфодонектомии Следует сказать о двух моментах Первый момент или прямой, так называемый, эффект тазовой лимфодонектомии Мы понимаем, что биохимический рецидив у части пациентов С олигометастатическим процессом, я имею в виду лимфогенным Он возможен, потому что клиническое прогрессирование Через 5 лет наблюдается не более чем у 50 пациентов По крайней мере, по ряду работ Еще одна работа Удаление большого количества лимфоузлов у пациентов с N1 Ассоциируется с улучшением раково-специфической выживаемости Тем не менее, и то, и другое носит пока гипотетический характер И это пока уже существует достаточно большое количество лет Второе обстоятельство тазовой лимфодонектомии Является, естественно, элементом сертификации пациентов Для выявления тех, кому показаны те или иные варианты Адюантной терапии И, наконец, если мы, заканчивая, я хочу сказать, что Если мы посмотрим на ситуацию сегодняшнего дня Как мы, собственно, живем и работаем В отношении радикальных простатоктомий И тазовых лимфодонектомий Посмотрите на кривую, которая демонстрирует С одной стороны, в начале 2009 года Пикообразный рост радикальных простатоктомий Но при этом постоянно количество тазовых лимфодонектомий Не растет Это можно было бы, например, сочетать Или отнести на счет внедрения радикальной простатоктомии Я имею в виду роботической Тогда, когда лимфодонектомии были не в части у робота И такие времена действительно были На сегодняшний день можно сказать, что роботам это делать куда удобнее Чем, например, при открытой технике И тем не менее кривая не ползет вверх После очевидного провала При всем при том, что количество тех же роботических операций возрастает Значит, не в роботе дело Поэтому я в заключении могу лишь сказать следующее Или определенно могу сказать, что тазовая лимфодонектомия Безусловно, самая надежная процедура для стадирования лимфогенного Большинство радикальных простатоктомий Как минимум в академических центрах Выполняется с тазовой лимфодонектомией Отсутствует консенсус в отношении оптимальных анатомических границ Но этого вопроса я очень вскользь касался И терапевтические выгоды остаются до сей поры недоказанными Благодарю за внимание Аплодисменты